Ирод Корявое название Потому что Ирод в русском языке Чуть ли не ругательное слово Да И в том Тем не менее он является Прообразом Мессии И давайте мы сейчас прочитаем Мы уже знаем биографию Ирода Мы знаем Что он там Что он в одно время Был слугой Хасманейского дома Восстал против своего господина Во время дворцового переворота Он бежал в Рим Из Рима он вернулся С легионом римских солдат Захватил Иерусалим И Эта история Господь Ишо Взял эту историю и рассказал слушателям Как Притча о Минах Давайте с вами вместе Откроем Луки 19 главу В самом деле Когда я изучал биографию Ирода Его портрет Его характер Напомнил мне Ну вот такую историю К одному гангстеру Приговоренному к смертной казни Пришел пастор И стал его увещавать Для того чтобы тебе попасть в рай Тебе нужно простить всех своих Врагов И ты после смерти Сразу попадаешь в рай И этот гангстер отвечает У меня нету врагов Я всех их убил Ирод был действительно Таким человеком Который убивал Всех своих врагов И тем не менее Ишо Ишо посчитал нужным Олицетвориться С себя С некоторыми фактами Его биографии Итак давайте вместе Обратимся Евангелие от Луки 19 глава С 11 стиха Притча о Минах О талантах Это в Евангелии от Матфея Что-то очень похоже Евангелие от Луки 19 глава С 11 стиха Притча о Минах Когда же они слушали это Присовокупил притчу Ибо он был близ Иерусалима И они думали Что скоро должно Открыться Царствие Божие Он рассказывает Как царь один Действительно стал царем В Иерусалиме И так сказал Некоторый человек Высокого рода Отправился в дальнюю страну Чтобы получить себе царство И возвратиться Вы сразу это узнаете Человек отправляется В далекую страну Там он получает Назначение на царство Вот здесь И в реальном физическом мире Тем более во времена Ишу Это действительно был Ирод Великий Призвавший 10 рабов своих Дал им 10 мин И сказал ему Потребите их в оборот Пока я возвращусь Но граждане ненавидели его И отправили вслед за ним посольство Сказав не хотим Чтобы он царствовал над нами Мы говорили с вами в прошлый раз Что члены Синедриона Действительно им не нравился Ирод У них на Ирода был компромат И там судебное дело И они конечно не хотели Чтобы он был царем Потому что он не был Прямым потомком Из царства Давида И они действительно Отправили посольство В римский сенат Не хотим Как? Не хотим Чтобы он царствовал над нами Но сенаторов Ирод больше удовлетворял Чем еврейское посольство И они таки назначили Ирода И когда возвратился Получив царство Он действительно сделал Велел призвать к себе рабов Тех которым дал серебро Чтобы узнать кто что приобрел Пришел первый и сказал Господин Мина твоя принесла 10 мин И сказал ему Хорошо добрый раб За то что ты в малом был верен Возьми в управление 10 городов Пришел второй и сказал Господин Мина твоя принесла 5 мин Сказал и этому И ты будь над 5 городами Обратите внимание Здесь идут верные рабы И за то что Тот ему дал 5 мин Мина твоя принесла 5 мин Он ему дает наследие Сразу 5 городов Он ставит своих людей Для того чтобы они царствовали Над всем Израилем Кстати 10 городов Выше первый раб Мина твоя 10 мин Принесли Мина твоя Принесла 10 мин Да Это Сколько Это серьезный прирост Сколько 900 процентов 900 процентов Дохода на сумму Так вот Такой человек Он действительно Он его ставит Над 10 городами И может быть Кстати здесь Он ему дал в управление Десятиградия 10 городов Десятиградия Это находится где-то На территории Голландских высот Пришел третий И сказал Господин Вот твоя мина Которую я хранил Завернув платок Ибо я боялся Потому что ты человек Жестокий Берешь чего не клал И жнешь чего не сеял Господин сказал ему Твоими устами Будут судить тебя Лукавый раб Ты знал что я человек Жестокий Беру чего не клал И жну чего не сеял Для чего же ты не отдал Серебро моё в оборот Чтобы я придя Получил его с прибылью И сказал предстоящим Возьмите у него мину И дайте имеющему 10 мин И сказали ему Господин У него есть 10 мин Сказываю вам Что всякому имеющему Дано будет А у не имеющему Отнимется и то что имеет Здесь Во-первых Сразу это обычно Переводится на таланты Всё-таки Мины это Деньги Но я скажу другое Вот эта фраза Ты знал что я человек Жестокий Беру чего не клал И жну чего не сеял И да В Евангелии от Матфея Сказано Твоими устами Буду судить тебя То есть Смотрите Все эти три раба Они остаются рабами Они принадлежат Господу Это не внешне Внешних там Знаете Там дальше Мы о них чуть-чуть разберём Но эти люди Они остаются верующими И они Олицетворяют Идентифицируют себя Принадлежностью К Господу И Этот человек Он просто не был верен Что ему доверено Да Закопал Мину Почему Ешуа Он осуждает поступок Но ещё более Он наказывает поступок Но он осуждает Саму мотивацию Что человек Относился К своему Господину Как человеку жестокому Он видел его Как человека жестокого И поэтому Ешуа его так Отнимется И то что не имеет Это не стратегия Рухбин Гуда Грабь богатых И раздавай бедным Здесь идёт Противоположный принцип Врагов же моих Тех Которые не хотели Чтобы я царствовал Над ними Приведите сюда И избейте предо мной Вот здесь уже Переходят к внешним И мы помним Мы говорили о том Что Ирод Когда захватил Иерусалим Он уничтожил Большую часть Синедриона С их семьями И конфисковал Их имущество Те которые грешат Против царя И им положена Смертная казнь Их имущество Отходит к царю Вот такая история И Из этой истории Я вот что хочу взять Что действительно Иешуа Будет проявлять жестокость Будет проявлять жестокость К некоторым категориям людей И вот эта новость Очень редкая Я мало где слышал Такое толкование Притча талантов Притча о минах Поэтому я решил его рассказать Да, никого не слышал Да, в энциклопедиях Изучите эти факты Глубже И сделайте свое мнение Помолитесь перед Богом И то, чему Он вам скажет Тому следуйте Мир из Израиля Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!